Друзья, как вы прекрасно знаете, совсем недавно произошли конкретные изменения в сфере налогообложения граждан в условиях коронавируса. Речь идет о налогах с процентов по депозитам, а также повышенной ставке налогообложения дивидендного дохода, уходящего за рубеж. Специально делаю акцент на два этих новых источника дохода правительства, поскольку они напрямую касаются инвесторов. Очень многие из моего ближайшего окружения обратились ко мне за консультацией, помочь разобраться в том, что конкретно и каким образом изменится. Вот я и решил, что эта тема может быть интересна и вам, уважаемые подписчики канала Амаркетс. Поэтому, как вы уже поняли, очередной ролик будет посвящен именно этому вопросу. Итак, первое. Для граждан, чьи банковские вклады или инвестиции в долговые ценные бумаги превышают 1 миллион рублей, было принято решение установить налог на процентный доход в размере 13%. На заметку тем, кто раскидывал свои капиталы в разных банках, так сказать, в пределах страховых выплат от агентства по страхованию вкладов. Если вклады в банках больше миллиона, платить придется с каждого. Разбираемся. Сейчас налог на доходы физических лиц с процентов по вкладам и корпоративным облигациям взимается лишь в случае, когда их ставки превышают ключевую ставку СБ, увеличенную на 5% пунктов. То есть, получается, сейчас это 11% годовых. Справедливости ради отмечу, что таких ставок в банках сейчас нет. Средняя максимальная ставка в топ-10 банков на середину марта составляла 5,15%. Короче, раньше с депозитов никто ничего не платил. Купоны ОФЗ под доходным налогом вовсе не облагались независимо от ставок. Теперь налоги есть. Например, если раньше вы имели депозит в банке А на сумму 1 миллион рублей и получали на него 6% годовых, вы не платили ничего, поскольку ваш доход не превышал ключевую ставку СБ, увеличенную на 5% пунктов. Теперь же вам придется уплатить под доходный налог по ставке 13% с тех 6%, которые банк начислит на ваш депозит по итогам года. С 1 миллионного вклада, получив 60 тысяч дохода в виде процентов прошествия года, теперь нужно будет перечислить государству 7800 рублей. Если у вас 5 вкладов по 1 миллиону рублей или же 1 вклад на 5 миллионов по ставке 6% по итогам года, вы будете должны государству 39 тысяч рублей. Друзья, если вы держите на рублевых вкладах прямо сейчас больше 1 миллиона рублей, то разумнее всего такие вклады закрыть и купить консервативные облигации. Лучше всего облигации федерального займа. Доходность по ним сейчас даже за вычетом 13% будет выше, чем процентный доход по укладам минус те же самые 13%. Напомню, что по некоторым облигациям сейчас, если постараться, то нетрудно даже найти на ставку доходность выше 10%, особенно с учетом от изменившихся реалий из-за пандемии. Когда изменится порядок налогообложения вкладов и облигаций, неизвестно. Но согласно Налоговому кодексу, вводите новые нормы, которые ухудшают условия для налогоплательщиков, например, как раз НДФЛ для вкладов и облигаций. Эти нормы можно вводить только с нового налогового периода. То есть я могу предположить, что все эти изменения вступят в силу с 1 января 2021 года. Второй момент. Помимо процента на депозиты, было принято решение повысить ставку налога на дивиденды, которые выводятся на зарубежные счета с нынешних 2% до 15%. И сразу хочу успокоить, для большинства инвесторов вообще ничего не изменится. То есть если вы инвестор на российском рынке, инвестируете в активы российского рынка, у вас остается тот же самый налоговый режим, что и был без изменений все. Новая инициатива больше направлена на решение проблемы вывода денег в офшоры именно нерезидентами, как раз посредством вложения их дивидендов и доходов по ставке 15%. Честно говоря, по Налоговому кодексу у нерезидентов и так всегда был налог на дивиденды в размере 15%. Поэтому я не совсем понял, почему изменения коснулись якобы с текущих 2% до 15%. Но могу предположить, что это связано с тем, что у РФ с рядом стран подписано соглашение об исключении двойного налогообложения. Например, если у российской компании акционер из Великобритании платить в РФ, он должен будет по ставке 10%, а если из Голландии, то 5%. С Кипром то же самое, 5%. Теперь же дивидендная ставка будет едина для всех и составит 15%. Надеюсь, что новые меры не сильно подорвут инвестиционный климат в России, который, в принципе, не так-то и давно стал улучшаться. Друзья, если что-то еще осталось недополненным в плане изменений в новых реалиях российской экономики с учетом коронавируса, пишите обязательно в комментариях. Все обсудим и во всем разберемся. Спасибо за внимание. Продолжение следует...